Лифт к морю. Так официально называется спуск от санатория Магнолия к пляжу Дельфин. Но среди одесетов за ним закрепилось более красочное наименование – сказочный тоннель. Надо признать, это прозвище направдывает полностью. Очень быстро этот спуск приобрел статус настоящей туристической достопримечательности. Тоннель построили еще в 70-е, чтобы отдыхающие в санатории могли напрямую спускаться к морю. Дабы плесень и грибок навеки не осели в подземном ходе, его решили облицевать плиткой. Но то ли из-за беспокойства о людях, то ли из желания выделиться, строители выложили весь туннель мозаикой. Так он попал на туристическую карту Одессы, при этом оставаясь частью санатория. После того, как строй гидравлика фактически была обанкрочена путем рейдерского нападения на данный объект, фактически финансирование сказочного туннеля прекратилось, он был закрыт. И понимая о том, что лифтовое хозяйство требует постоянного ухода, обновления и соблюдения мер безопасности, в том числе прохождения своевременного осмотра, он был закрыт для того, чтобы не представлял угрозы для одесситов. Спилелок Владислав Масленко – один из последних, кто видел красоты туннеля. Он осенью 2013 года под демонтированной лестницей спускался под землю, сняв теперь уже раритетные кадры. Тогда это была просто рабочая экспедиция, но теперь Владислав понимает – это видео дорогого стоит. Задача была проверить техническое состояние объекта, не повлияет ли постройка домов на поверхности на состоянии этого объекта, и опять же объект на состоянии домов на поверхности. Мы дали заключение, что все в порядке, и техническое состояние объекта на тот момент было абсолютно хорошим, и можно было дальше пользоваться. Пройдя через давно не работающий турникет, подземщик запечатлел стены, украшенные сказочной тематикой, украинскими орнаментами и цитатами из классиков. Владислав признается – на глубине 30 метров находится настоящий 200-метровый музей, и его нельзя потерять. Этот объект уже показал свою жизнеспособность именно как туристический, очень известный мне объект. Когда к нам приезжает город на экскурсии, я много раз слышал, когда люди спрашивают, а где это можно посмотреть. Мы видели в интернете, мы читали об этом, мы хотим посмотреть вживую. Он и тогда был очень популярным туристическим объектом. Его просто надо заново открыть, но сделать доступным для всех жителей города и для гостей города. После того, как в 2013 году санаторий Магнолия ушел с молотка за долги в 2,5 миллиона гривен, тоннель, как его часть, оказался в руках застройщиков. Сейчас на этом месте планируют возвести 4 21-этажных элитных дома. Пообщавшись с отделом продаж, мы узнали, что строительная фирма о тоннеле помнит. На территории Ильбовского санатория Магнолия была такая достопримечательность, как сказочный тоннель. Так вот, мы его сохранили. Одна из вещей нашего комплекса будет то, что лица нашего комплекса будут опускаться к сказочному тоннелю, и вы по прохладе через эти шедевры искусства мозаичного будете выходить к морю. Консультант нас заверил, к 2020 году, когда возведут все секции, откроют и тоннель. Но будут ли туда пускать не только жильцов комплекса, неизвестно. Да и почему так долго будут открывать двери в сказочный тоннель, тоже осталось невыясненным. А пока же судьба сказочного тоннеля остается невыясненной. Что из него сделать? Ресторан, лифт к морю или же запустить туристические экскурсии? Вариантов очень много. А пока скрытая красота сказочного тоннеля остается только на старых записях и в памяти одесситов. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер.